Всем привет, друзья! Это озвучка 207 главы манги Ван Панчмана. Гару меняет свою форму монстра, а Сайтама в это время готовится к серьезной битве. Неужели Гару станет для Сайтамы достойным противником, который сможет дать ему отпор? Интересно? Тогда не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Кстати, друзья, в описании будет ссылка на мою группу ВКонтакте и Телеграм-канал. Подписывайтесь туда тоже, ибо если Ютуб заблокируют, видео я буду выкладывать именно там. Спасибо всем за поддержку. Ну а с вами, как всегда, Аниманга, и мы начинаем. Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. Ван Панчман 207 глава Величайший герой Лицом к лицу Абсолютная сила Против абсолютного зла Расщелины исчезли. Думаю, теперь мы сможем эвакуироваться на лодках. Сейчас все тихо, но монстры все еще могут показаться в любой момент. Прежде всего, мы должны перевезти раненых. И сделать это как можно скорее. Кстати, о монстрах. Те две гигантские штуки, что устроили здесь хаос, их обоих вдруг разорвало на две части. Что же произошло? Должно быть, это дяденька. А? Дяденька уничтожил их. Он супер крутой герой, который защищал меня. А это случайно не был мужчина среднего возраста в майке? Не думаю. Опять что-то случилось! Не уверен, впоследствии ли это чьей-то битвы. Или просто природный катаклизм. Мы даже не можем определить врага это или союзник. Слишком много перемен на поле боя. Мой кулак. А, ты чего это вдруг драться начал? Хотя, я и так хотел тебе кое-что сказать, так что без разницы. Слушай, когда я говорю! Да что не так с этим лысым? А что-то приближается! Берегитесь! Он слишком силен. Дяденька! Эй, погоди! Дяденька! Я ничего о нем не знаю, но он помог нам одолеть ту многоножку. Черт! Я был так близок. Именно когда я почти добрался до своей цели. На моем пути должно было встать главное препятствие. Я должен от него избавиться. Или я никогда не стану абсолютным злом. Дядь! Дядь! Это монстр? Убегайте! Что это? Мое тело мутировало вслед за моей яростью. У них не хватает людей, чтобы сражаться, параллельно защищая раненых. Уплывайте! Следуйте за течением, она приведет вас к морю. Где Торео? Сила переполняет меня. С ней я смогу. Мо-о-о! О-о-о! Так ты жив! О-о-о! Так ты жив! Это и правда он! Дяденька! На этот раз я не убегу! Дяденька! Ты же все это время был героем! Да? О-о-о! Сколько раз тебе повторять, тупой сопляк? В каком месте я герой? Присмотрись повнимательнее. Я наконец-то стал истинным монстром. Ты герой! Ну что? Уже в четвертый раз я точно знаю правду. Когда бы я не попал в беду, вы всегда приходите спасать меня. Для меня вы самый крутой и великий герой из всех. Поэтому, пожалуйста, прошу, перестаньте притворяться монстром. Иначе люди будут не понимать вас и ненавидеть. А я не хочу этого. Черт, не делай такое лицо. Только не сейчас, когда я наконец, наконец, могу показать тебе победу монстра над героем. Эй, ты Гарроу, верно? Чувак, ты расстраиваешь старика Бенго. Ты охотился на героев, разрушал Дадзё, а теперь притворяешься монстром и заставляешь детишек плакать? Ага, герой? Веди себя как взрослый, черт возьми. Лучше обойтись без гневных припадков и истерик. Ты обиделся, что я назвал тебя непохожим на монстра? Твой косплей выглядит довольно сложным. Ага, ты добавил деталей? Ага, смотри внимательно, сопляк. Я разрушу твой взгляд на мир и покажу, как бессильны герои. В живых не останется никого из тех, кто мог бы тебя убить или защитить. Буду лишь я, доминирующее абсолютное зло, которое положит конец этому несправедливому миру, который был так жесток с такими, как мы с тобой. Что? Дяденька, вы собираетесь драться с этим героем? Не надо! Если вы побьёте героя, все вас возненавидят! Уйди с дороги! Хочешь ударить меня? Ну давай! Ага, струсил? Не смеши! Ага! Не волнуйся, я не пострадаю. Ага! Давай-ка разберёмся с этим вон там. Дяденька! Эй, ты ведь хочешь, чтобы я остановил его не убивая, так? Отлично! Положись на меня! Что ж, на этом всё. 207 глава завершилась. А следующая выйдет через две недели. Друзья, прошу прощения за то, что я так пропал. Дело в том, что я внезапно заболел гриппом. И даже сейчас, записывая эту озвучку, мне нелегко. А сейчас вы слышите чистую озвучку без кашля и неудачных дублей, которых я удалил. Но сейчас мне уже гораздо лучше. Я постараюсь выкладывать видео как можно скорее. Завтра, скорее всего, я озвучу третью часть битвы Сайтама против Татсумаки. Ну а сейчас, давайте вернёмся к 207 главе. В этой главе нам, наконец-то, показали новую форму Гару. Ну, или косплей, как говорил Сайтама. Называйте, как хотите. Если честно, я не думал, что Мурата так рано начнёт их битву. Мурата с Ваном ответили на наш вопрос. Почему Гару не дерётся с оставшимися героями? Так потому, что герои эвакуируют пострадавших. И им попросту не хватает героев, чтобы параллельно сразиться с Гару. Значит ли это, что обойни Гару против С-класса не бывает? Возможно. Ведь многие сильные герои уже повержены. Что насчёт Сайтама и Гару? Их битва уже началась. И дальше будет только больше и лучше. Как мне кажется. Надеюсь, в будущих главах Мурата и Ван покажут нам тёмную и зловещую сторону Гару. А не то, что он до сих пор в сознании вместе с мальцом Торео. Честно, выглядит это не очень, как мне кажется. Он говорит об абсолютном зле, а тут Малет стоит рядом. Это не выглядит страшно или ужасающе. Как я уже говорил недавно, надеюсь, Мурата это исправит в будущих главах. Да, он выглядит крутым, здоровенным и ужасным в одно время. Но я надеялся, его сделают более ужасающим. Но думаю, Мурата не хочет, чтобы мы воспринимали его как ужасного монстра. Скорее, он хочет дать нам понять, что он хоть и превратился в монстра, но вот, смотрите, в глубине души он всё ещё человек. И он не так уж и ужасен. Вот, даже Малет Сторео стоит рядом. Гару его помнит и до сих пор хочет его защитить. Вот, что нам говорят Ван и Мурата. Это понятно, конечно, но... Ну ладно. Это было моё сугубо личное мнение. Начало битвы мне пока что понравилось. Особенно, как Сэйтамо дразнил Гару, называя его трусом. Ну или курицей. Это было очень смешно и прикольно наблюдать. Напишите своё мнение об этой главе. Я постараюсь отвечать на ваш каждый комментарий по мере возможности. Спасибо всем за поддержку и за просмотр. Если ты досмотрел до этого момента, значит ты истинный и прятанный подписчик. И именно тебя я хочу попросить включать VPN, если ты из России. Так как в нашей стране заблокировали рекламу на YouTube. И из-за этого я перестал получать монету. Если не сложно, включай VPN прежде чем начать смотреть видео. Это очень поможет продвижению канала. Спасибо большое. Ну а с вами был Аниманка. Всем пока.